Самим участникам этого шоу со стороны страшно смотреть на подобные трюки. Металлический шар смелости, диаметром 4 метра, внутри которого одновременно ездят несколько мотоциклистов. Причем самый отчаянный делает мертвую петлю. Металлический шар Все участники шоу, даже будучи профессионалами экстракласса, не избежали серьезных травм. С тех пор подобные аттракционы можно было видеть лишь в Европе. Нахождение в шаре трех человек одновременно по сей день считается большой редкостью. Шар, как и у Маяцкого, обычно открывается вверх-вниз. А в таком исполнении шар единственный в мире. Десять лет назад его изобрел многократный призер чемпионатов мира по фристайлу, колумбиец Марио Сибалос. Но воплотить идею в жизнь ему удалось только в России, после знакомства с Александром Епифановым, который стал организатором нового мото-шоу, связанного с серьезным риском. Когда я еще был действующим артистом, работали в шоу, Лас-Вегас-шоу называется, это Южная Корея. И в одном шоу как раз Марио Сибалос работал. Марио приехал сюда в Россию, влюбился в Россию и начал меня доставать. Александр, давай сделаем вот это шоу, давай сделаем. Начинали первый шар, в 1999 году мы начинали форму первый шар. У меня сразу пришел контракт из Италии, я поехал в Италию. Все, у нас стали пополам проекты. Я поехал, там работал три года, потом в Саудовскую Аравию, потом в Англию. Потом приехал я через несколько лет обратно еще раз здесь. Мы когда серьезно принимали, он меня пригласил, а пригласил он был директор, Сирк Иванова. Пригласил меня в Иванова на три дня, для того, чтобы посмотреть, если возможно сделать этот проект. Я приехал, гостья Пифанова, пригласил конструктор, он сказал, да, можно помогай, нас сделали такой реквизит. И я остался не тренер, а остался на три года. Александр Епифанов – человек с богатой цирковой биографией. Был артистом, работал в администрации Росгосцирка, затем занимал должность директора цирка в Иваново. Именно там, в Иваново, и был создан этот ошеломляющий металлический шар. Теперь бесстрашная трюковая езда на мотоциклах вновь покоряет публику в России. Мы на заводе заказали конструкцию всю. Марио следил, доставал всех на заводе. Так достал всех работников, что они мне звонили, уже молились. Александр, он нас уже утомил. Но мы вот сделали этот шар. Он действительно единственный в мире в таком исполнении получился. Как Марио говорит, как технический руководитель, что очень-очень хороший получился шар. Вот вы делаете мертвую петлю. Это предел? Или можно сделать еще что-то более ужасное и страшное? Да, максимум. Я сделал 86-го года. То же самое мертвую петлю и одна девушка на осаде. Только на этой ситуации шар не раскрылся. Шар не раскрывается. А когда я тоже сделал рекорд Гиннес и этот трюк с этой девушкой, после этого у меня разжились. Мечтали всегда сделать этот трюк. А кривали шар, по времени сделали мертвую петлю. КОНЕЦ Вы знаете, я не заметил, что боевые раны были. А у кого конкретно? Нет, ну у Марио, например, лицо явно со шрамами. У Марио, да, но это когда-то давно он мне рассказывал. Когда еще учился, он падал в этом шаре. Но он мальчик. Знаете, как у них происходило? У них же не было таких тренировок, как Марио сейчас. Марио, он вообще одаренный. И человек, видимо, очень приспособлен к этому. Он единственный. Он считается вообще лучшей в мире. Не, я упал несколько, много раз уже. И читаю же, я умею упал. А где вы учились? Учились в Колумбии. У меня друг, он из Чили. У меня 14 лет. И я начинаю помогать ему чистым мотоциклам. Помогали, всегда близко. Когда он нужно что-нибудь, я всегда был близко. И он резал, через год, начинаешь учить меня. Я учился в 28 дней. Репетирую. И в 28-м день я поступил на мотоцикл. А потом дальше. Много раз падает сильнее. Ну, очень хорошо. Все равно страшно, конечно. Даже очень иногда. Ну, а может, не стоит, потому что, конечно, более... Трудных путей ищем больше. Это очень много... Кстати, настроение какое-то хорошее. Адреналина очень прям много получаешь. В общем, ну, в общем, это... Я вообще с детства в цирке мечтал работать. Вот попал. Ну, сначала я... В цирковую студию попал. Оттуда уже после двух лет примерно, тренировок, репетиций, Оксана Леонидович просил меня попробовать в его номере «Американское колесо» порепетировать. У нас получилось. Вот так и попал. Серьезный жанр. А какое главное чувство движет вот артистам-экстремалам? Артистам-экстремалам... Вы знаете, наверное, молодость, покорение чего-то, амбиции какие-то нормальные у нормальных молодых людей. Наверное, это движет. Я раньше работал в другом коллективе с хищниками, с леопардами. Вот, ассистентом. И вот как-то вот как раз, когда он уже присутствовал уже в этом номере, они приехали в наш цирк. Вот на велике попробовали, у меня получилось. Мне предложили тоже сесть и поехать. И все. Ну и, в общем, я так перешел к ним и начал ездить. Сперва на велике, потом на мотоцикле упорной репетиции. Ну и вот уже езжу. Я большой фанат цирка вообще. Я очень люблю тигров. Ну и мотоциклы тоже, в принципе, очень даже мне нравится. Ездить в шаре и то же самое. Мне нравится, когда выходишь на комплимент и все аплодируют. Просто вообще классно. Вы знаете, у всех разный характер. И приходится психологически с ними постоянно работать. То есть, вот у нас мальчик последний, я вам показываю его, Володя Сазанов, мы его только-только сейчас взяли. Он вообще из Иркутска, откуда-то такой мальчик. Из неблагополучной семьи. У него мамы нет, папа один там. В общем, это для меня и подействовало, чтобы его, так сказать, здесь оставить. И он с Марио тренировался, ездил. Вроде бы все, пошло. И он такой счастливый, выбегает, Александр Леонидович, все, я завтра это. И я в один прекрасный момент не успел остановить. Действительно, думал, что он готов. Марио сказал ему, все, поехал, вышел из шара, и он поехал и упал сразу. Психологически был не готов. Я его два дня обрабатывал, рассказывал, как нужно настраиваться, что нужно делать. А расскажите, вот, подробнее, какой-нибудь секрет. Какой секрет? Секрета никакого нет. Я просто его настраивал из своего опыта. Рассказывал, как я остановился на эту ходулю, полутораметровую. И когда у меня отстегивали вот этот страховочный поезд, знаете, я ему рассказывал, я говорю, ты знаешь, Володечка, стоишь, такое ощущение, что все, ты стоять не можешь. И тебя сейчас выбьют на 14 метров на высоту, и ты представляешь, что это такое? Ты в шаре на полтора метра, а здесь 14 метров. И вот я, как бы, на своем примере ему вот это вот рассказывал, рассказывал, и нужно быть мужчиной, как я ему об этом говорил. Да, это очень здорово. как сказать, я въехал в шар, они все вышли из шара. Мне, конечно, было очень страшно. Я, в общем, взял, заехал и упал, короче, в общем, от страха. Ну, слегка. Вот. Ну, потом нормально. Потом на следующий день взял уже психологически себя настроил. Это очень важно. Я вот просто сам себе говорю, что я говорю, я один в шаре, все, никого здесь нет, все. Я просто, так сказать, раскачиваюсь и на всю мое спасение только в газе. Если я газ сброшу, конечно, я упаду. И я на всю как можно жму на газ. Когда уже выравниваюсь, переключаюсь на вторую и спокойненько уже еду, пока не закружится голова. Чувствую, что все. И я жик съезжаю вниз. В принципе, тоже не очень легко съехать вниз прямо как надо. Было сколько падений тоже. Уезжал там чуть ли не наверх. Ну, в общем, научился так вот. В общем, где-то буквально за сколько? За 4 дня. Саша Логинов. Когда для меня было очень важно запустить троих мотоциклистов. Потому что это действительно престижный. Этот трюк того стоит. Но Марио имеет большой опыт работы. Вилсон тоже большой опыт работы. Логинов Саша это наш россиянин. У меня вообще задача потихонечку научить россиян, ребят. Потому что проблем очень много с иностранцами. Марио это естественно это как наш тренер он уже здесь у нас я думаю будет жить в России и мы сделаем все чтобы он здесь находился. Вот. А я помню этот момент когда Саша уже ездил один потом вдвоем и потом я настаиваю что нужно запускать и вот я его их как бы в одном плане в одном направлении обрабатывал на своем личном примере я рассказывал ребята вы поймите что каждый человек должен быть если ты занялся этим делом значит нужно чего-то достичь лишь бы лишь бы вот так просто это никому не нужно а мне прежде всего и характер должен быть мужской естественно готовиться нужно все обдумывать и делать все то что ты репетировал тренировался а не что-то испуг тебя как бы ломает и ты начинаешь уже что-то другое делать и вот я его настроил вот он втроем заехал хотя когда он заехал втроем втроем они съездили они остановились я говорю ты знаешь Саша нужно повторить закрепить у тебя все хорошо он говорит Александр Леонидович вы не представляете у меня у меня все мокрое были такие слова понимаете но мы настояли я ему объяснил что это нужно а здесь какое что может самое страшное случится здесь 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 падение чревато конечно ломают и ключицы и тьфу-тьфу-тьфу об этом лучше не говорить но к этому нужно очень грамотно и четко подходить профессионально а если ребята боятся вы их чем им как объясняете чтобы все равно ехали укол не это укол можно сказать это укол психологически психологически мы говорим мы сами понимаем мотоцикл сделаем движение которое мы не хотим получать получили моя школа и никому не упал а где вы родились марио я город или страна и то и другое я родились в город колумбия страна колумбия город бука романга а ваша мама чем занимается она из хозяйка в ресторан мы всегда умели ресторан все лежит и она занимается на этом бизнес так а как она относится к вашей вообще профессии негативно она не любит что моя работа она не любит всегда когда разговариваешь когда ты будешь занимайся другое дело давайте занимайся бизнес как вы другого или как я открывай ресторан как у него проблема в том что у нас адреналина получается как у нас наркотик да без этого я пробовал много раз просто учить люди и сам сделать другое бизнес но не могу без этого пока у меня возможно я хочу держать на манес как больше как возможно Александр Лович Владимир Сазанов Россия А про велосипеды расскажите это что здесь что за фокус здесь на работе ну это такой интересный трюк мы сначала думали делать его или не делать мы попробовали на публике и проходит неплохо в принципе как бы для разрядки мотоциклетной чтобы и мотоциклет и мотоциклисты немножко подготовились как бы пауза маленькая была и для публики это своего рода такой интересный момент возможно ли на велосипеде и сделали попробовали и оно как бы прошло и вы включили программу ну наверное сразу поймать рановесие потому что с двигателем как бы он ловит тебя ты только рулем крутишь а здесь нужно поймать его как бы и не останавливать педали там дело в том что да если там крутишь педали где бы ты ни был хоть ты по низу проезжаешь хоть ты по верху проезжаешь если ты отпустил педали то конечно ты сразу вниз затормозишь тут второй сзади в тебя въедет в общем получится очень весело а какие сложности в содержании такого аттракциона шоу оооо это самый-самый-самый-самый сложный вопрос это вы знаете вот это это постоянно идет пока вкладывание то это нужно то это то это мотоцикл это вообще очень дорогой вид такой как бы спорта можно назвать или каждый мотоцикл во-первых он стоит немало денег потом его эксплуатация то же самое то то камера полетела то они в шаре упали ручка сцепления мелочи вроде бы но это постоянно нужно ездить покупать бензин очень хороший механика постоянно приглашать чтобы мотоциклы были в исправном состоянии техническом потому что бог не дай он заглохнет во время исполнения какого-то трюка вы же понимаете что это может произойти поэтому потом вот прицеп этот я все время там мечтали купить сделали чтобы это было для перевозки костюмы эти все каждый костюм это порядка тысячи долларов до сих пор до сих пор до сих пор Субтитры подогнал «Симон» «Симон»